Доброе утро, это программа Утренний Экспресс. Катя, скажи, пожалуйста, гуляла ли ты когда-нибудь по Эльмашу? Да, один раз. Страшно? Непонятно. Непонятно. Но, кстати, действительно, многие считают, что Эльмаш это просто такой брат, родня Уралмаша. Но на самом деле этот район, это целый мир. И доказательства тому. Новый путеводитель, который создала команда Музея Истории Екатеринбурга. Подробнее об этом событии мы поговорим с нашим гостем. Историк, заведующий научно-информационным центром Музея Истории Екатеринбурга, Евгений Бурденков. Женя, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Саша, ты уже сказал, что сравнивают часто Эльмаши, Уралмаш. Но почему не стоит путать эти два района? Вот в чем разница? Ну, прежде всего, из-за того, кто начал этот район. То есть, если Уралмаш начал непосредственно завод тяжелого машиностроения УЗТ, то в основе Эльмаши находился завод Уралэлектротяжемаш. Но сейчас он современно называется, изначально это должен быть большой-большой комбинат, состоящий из десятка заводов Уралэлектромашина. Вот отсюда и есть такое сокращение Эльмаш. Эльмаш. Сто лет ведь уже ведется. Да, есть четкий общественный консенсус на этот вопрос, что это проспект Космонавта. На самом деле все не так, все достаточно сложнее, потому что основной застройщик Эльмаши это завод имени Калинина, а он располагается и справа, и слева. Вот, например, дворец культуры Лаврова бывший, это прежде всего территория завода имени Калинина. То есть это Эльмаш? Да. Ну? Ну, непонятно. Да, вот. Понятно. Ты на Эльмаши, что ли, живешь? Да нет. На Уралмаши? Да нет. Я вообще в металлодорожном районе живу. Ну, я тоже не там, не там. Давайте поговорим о достопримечательностях. Ну, в каждом районе они есть. Что интересненького есть на Эльмаши? Ну, мы взяли за основу о том, что у нас есть три главных завода, которые застраивали этот район. То есть, вот, как я сказал, например, завод имени Калинина, поэтому, наверное, одной из главных достопримечательностей его будет кинотеатр «Заря». Жилой дом с кинотеатра «Заря», который оформляет такую красивую площадь на Эльмаши, входные или парадные вороты на Эльмаши, улицы Баумана и улицы Краснофлотцев. И поэтому вот под руководством архитектора Демница она была застроена тремя прекрасными зданиями, одной из которых как раз и есть кинотеатр «Заря», где два этажа занимает непосредственно кинотеатр, и три этажа выше, там живут люди, да, вполне себе неплохо. Одно из самых красивейших зданий Эльмаши без обеспечения. И еще это место, где уже в новую историю России демонстрировались индийские фильмы, я всегда помню. То есть, проезжаешь уже, как бы, их нигде нет, а «Заре» всегда шло. Что еще, какие достопримечательности? Ну, например, это проходная от ароматорного завода, которая у нас является памятником архитектуры. Вообще, хотели всю улицу фронтовых бригад застроить красивейшими зданиями. Все проходные, всех заводов, которые там находятся, должны были оформлены в стилистике советской неоклассики. Но, по сути, только как хотелось построить только одно здание. Вот так. То есть, оно парадное, красивое, с хорошей пластикой, скульптурной, архитектурной. И вот, является таким брендом, можно сказать, во-первых, и турбомоторного объединенного завода, который сейчас разделился. Ну, и части застройки Эльмаша, которые связаны с турбомоторным заводом. Ну, и третье, это, конечно же, наверное, самая диковинка. Это центр культуры Эльмаш, который раньше назывался Дворец культуры Урал-Электропарад. Запущен он был в эксплуатацию в 1953 году. И вот, представьте себе, о нем писали все-все-все-все центральные газеты, как о неком диковинке. О том, что вот на какой-то окраине какого-то Свердловска, закрытого города вырастает настоящий дворец. Внешне он может быть не так красив, а вот если вы зайдете внутренние интерьеры, они очень богаты, как будто лучшие образцы Дворцов культуры. А где находится, слушай, я вот... Я тоже не знаю. На пересечении двух главных магистралей Эльмаша. Это, прежде всего, улица Баумана. Баумана. И улица Старых Борщевиков такая, которая ведется от проходной непосредственно с завода Урал-Электропарад, раньше называл, сейчас Урал-Электропарад. Понятно. Что в путеводителе, Жень, непосредственно расскажи нам. У нас семь маршрутов. Мы гордимся этим тем, что это не команда только Музей истории Катеринбурга делается, а местные жители, местные активные деятели. И у нас большой, очень творческий коллектив, состоящий около 10 человек. Каждый из нас взял себе по маршруту. Да, что-нибудь посмотреть. Семь маршрутов по главным улицам. У нас улица, это, прежде всего, некое направление. Мы не идем четко по улице. Каждая улица, это какая-то тема. Улица Краснофодцев начинает историю. Следующие какие-то, например, улицы Стачек, это центральная улица завода Уральского Тубмоторного. Старых большевиков, это Урал-Электротежваш и проспект Космонавтов, это основная часть застройки завода Николинина. Есть еще глава про малоэтажный льмаш, там очень много малоэтажной застройки. Есть рассказ про 90-е, о том, как сложно было в 90-е годы этому району. Походить по льмашу. Да, да. То есть, в принципе, мы попытались собрать такие основные истории. Понятно, что когда мы в процессе подготовки поняли, что нужно многотумные здания путеводить. Ну да, нам уже не хватает, да, всего не рассказать. Да, но тогда получится не путеводитель, а что-то более академичное. Ну вот смотрите, путеводитель по льмашу, он создан в рамках серии Екатеринбург, город, семи районов. По каким районам еще не сделаны? Какие хотите? Нет, мы сделали у нас... Все уже есть? Нет, нет, по Машам мы сделали. А, по Машам. Да, Химаш, Уралмаш, Эльмаш. Очень хочется в ближайшем будущем какой-то перспективе увидеть путеводитель по Втусгородку. Материал накоплен, осталось это все свести в какой-то единообразный вариант. В Тусгородок, да, действительно, там очень много всего интересного. Кстати, друзья, у наших телезрителей есть уникальная возможность выиграть один путеводитель по Эльмашу. Для этого вам нужно первым верно ответить на вопрос Жени. Жень, какой вопрос у тебя будет? Какая самая старая улица? Как называется самая старая улица Эльмаша? Пожалуйста, ваши варианты. Мы принимаем ответы только в нашей группе, в группе утреннего экспресса во Вконтакте. Привет. Самая старая улица Эльмаша. Кто первый, тот молодец. И получает путеводитель мира Эльмаша. Мы благодарим историка, заведующего научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга, Евгения Бурденкова. Жень, спасибо, что этим ранним утром пришел к нам в гости и делаете такое классное, приятное дело для всех наших горожан. Спасибо. Удачи. Спасибо.